Всем привет! Вы на канале Другая жизнь с Марина Кью. Меня зовут Марина и мой канал ежедневный, блоговый. Я стараюсь ежедневно приготовить для вас нужное, полезное, интересное видео. Не только интересное тем, кто мечтает, задумывается, скажем так, о том, чтобы переехать в Америку, начать здесь новую для себя жизнь, другую жизнь, как это получилось у меня. Ну и также видео, которые будут интересны всем женщинам в любом уголочке мира. Очень много полезной и нужной информации относительно каких-то бытовых моментов, о том, как строить отношения. В нашем случае, в моем случае, я вышла замуж за американца. Мы познакомились с ним на сайте знакомств 9 лет назад. И, разумеется, мало того, что притираются, скажем, два человека, но мы еще два взрослых человека со своей историей, еще из двух разных культур. Поэтому у меня много видео и в таком вот именно ключе тоже, как найти взаимопонимание и построить правильные гармоничные отношения. Думаю, если вам видео такого плана интересно, на моем канале вам будет интересно. Но сегодня я приготовила для вас новое видео. Очень часто, скажем так, пользуется популярностью, неожиданно для меня простая тема распаковки продуктов. То есть мы делаем закупки еженедельно и делаем еще плюс к еженедельным покупкам. Мы делаем закупки в Коско. Но так как сейчас мы живем в двух часах от этого магазина, часто туда ездить у нас не получается. И мы ездим раз в полгода, каждые шесть месяцев мы планируем туда ездить. Скоро у нас намечается новая закупка именно в Коско продуктов. Тоже это будет видео в скором времени на моем канале. Мы будем ехать уже на следующей неделе. Вот, а пока я вам покажу, какой же набор продуктов для нашего стола. Я купила сегодня. Немножечко расскажу за меню, которое мы планируем на следующей неделе. И самое главное будем делать сегодня с вами в быстром формате творог. Те, кто задумывается о переезде в Америку, возможно, скорее всего, слышали о том, что здесь большая проблема с привычными нам продуктами. Я тоже с этим столкнулась. Я не могла найти наш привычный, любимый нам творог. Затем я уже, правда, нашла, но он был гораздо дороже. Я тоже как-то попробовала, мне не понравилось. И когда я только приехала к мужу, у нас даже не было нигде наших европейских продуктов. Нельзя было нигде купить. И именно там преимущественно наши люди покупают творог. И я, скажем так, приноровилась вот таким вот способом. И в этом видео вам обязательно покажу. Если такая тема вам интересна, думаю, видео сегодня будет вам полезно. Так, на этой неделе мы будем шиковать. Будем шиковать, так как у деток у нас каникулы. Муж тоже берет отпуск на это время. Тоже будет все это время дома. Мы с ним составили кое-какое меню. Он тоже хочет, он меня очень любит готовить. Но он чаще использует именно гриль. Поэтому попросил меня сделать некоторые покупки. Именно тех продуктов, которые он бы хотел на этой неделе приготовить самостоятельно. Вот, скажем так, выглядит моя закупка на эту неделю. На следующей неделе будет новая очередная закупка. Но я бы вам хотела показать, что же я купила сегодня. И скажу сразу, чек сегодня у нас составил вот в 257 долларов. Так, а после? После мы с вами сразу и приготовим быстренько творог. Покажу, насколько быстро и легко это можно сделать. Так, вот распаковочка. Давайте смотреть. Яйца. В первую очередь здесь у нас 36 яиц. Все будут дома. На завтрак мы очень любим яйца. Поэтому, в общем, вот в таком вот у нас количестве. В обязательном варианте у нас помидоры. Тоже в нашем доме, кстати, помидоры любим только я и Катерина. Катерина. Рома, в принципе, относится спокойно. Чет скорее не любит, чем любит. И ест их очень-очень редко. Виноград. Вот виноград. За вот это вот количество, как вы видите, тут буквально одна хорошая веточка. Две. Две хорошие веточки. Я заплатила 5 долларов с копейками. Да, вот такие вот цены. Мандаринки у нас стоят 4 доллара. Вот у нас сметана. Это моя самая любимая сметана. Тоже очень-очень поднимается в цене. Уже почти 7 долларов за эту баночку. Вот мясо, которое я купила себе. Я очень люблю вот этот набор. Здесь у нас пупочки. Пупочки. Я их очень люблю. Чет же мне сказал, чтобы я ему ни в каком виде их не подсовывала. Я и Рома мы кушаем. Нам очень нравится. Кстати, да, Катерина с Никитой тоже любят. Только Чет просил их не подсовывать. Вот у нас куриное филе я тоже купила. Вот видно 10 долларов. Тоже будем делать отбивные. Сейчас уберу, чтобы показать следующий. И хотела вот тоже приготовить вот с таким вот соусом. Специально купила. Поэтому вот такой вот вариант филешек. Это у нас Чет будет делать корни осада и пика де галла. Поэтому он меня попросил купить тоже этот стейк. Вот так вот он выглядит. Такой большой кусочек. У нас здесь практически 2 паунда. Это сколько? Ну, меньше килограмма. Да, я не помню сколько. Наверное, где-то грамм 900. Грамм 900 получается. Вот такой вот кусочек 20 долларов. Тоже Чет уже как-то готовил это блюдо. Я, наверное, тоже добавлю в конце этого видео. Можете посмотреть, каким кулинаром у меня является Чет. Но я ему, конечно, всегда помогаю. И еще тоже американцы очень любят вот такой вот вариант куриных конечностей. Здесь у нас и крылышки, и вот ножка. Видно, маленький такой кусочек. Тоже не помню, сколько он стоит. Не помню, сколько я за него заплатила. 9 или 10 долларов за пакетик. А здесь у нас... А здесь у нас вот 3,5. Это сколько? Ну, это примерно 1,5 килограмма. Может быть, 1,7 килограмма. Так, это у нас тоже для... Вариант будет один из наших ужинов в будущем. Тоже мы это дело очень-очень любим. Это из мексиканской кухни. Я буду с фаршем заворачивать вот в лаваш. Затем буду заливать соусом и запекать. Тоже очень-очень вкусно. Рыбка. Рыбку в нашей семье тоже кушаю только я. И буду сегодня ее себе засаливать. Я засаливаю самым простым способом. Соль, сахар, немножечко укропа. И я еще люблю, чтобы рыбка была острая. Я добавляю красный перец. Так, здесь у нас тоже к завтраку. Так как все будут дома. Больше, чем неделю, целых сколько? 10 дней у нас получается. То тоже американцы очень любят к завтраку. Разные вот варианты картофеля. Это у нас, конечно, больше будет в вечернем рационе. А вот это именно вариант для завтрака. Так, буду еще делать тоже я икру кабачковую и икру синих. Вот. Поэтому тоже купила. Вот здесь у нас цукини. Здесь я заплатила вот за вот это вот количество. Тоже было около 4 долларов. И столько же. 4 доллара я заплатила за два вот таких вот синих. Здесь у нас халапеньо. Это тоже у нас будет один из вариантов. Скажем так, к мясу. К мясу будем подавать. Я хочу их начинить плавленым сыром. И обернуть тоже беконом. У нас тоже это очень-очень любят и я, и Чед, и Рома. Ну, а детки, это им еще, конечно, остренькое. Они не кушают. Так, это у нас лайм, но мне его нужно перенести. Это у нас для пика де галла для соуса. Вот. К соусу нам как раз нужен будет лайм. Нам нужен будет сок одного апельсина и сок лимона. Также я еще хочу порезать на мелкие кружочки, заморозить и добавлять в чай. Тоже очень удобно. Так, это вот тоже для пика де галла. Здесь много-много у нас помидор. Вот у нас тоже есть огурцы. Вот они, кстати, 2 доллара тоже стоят. Это у нас что? Тоже мы, кстати, обычно я это не покупаю. Но так как детки будут дома, думаю, нужно их тоже побаловать. Они у меня любят вот этот вот корндокс. Но я живу, да, что я покупаю, в принципе, очень-очень редко. В основном я все дома готовлю самостоятельно. И вот такой вот вариант завтрака. Американцы очень любят сладкий вариант завтрака. Вот преимущественно. Это вот митболлс тоже. Это попросил Чед. Он будет это готовить и попросил, чтобы я ему купила уже готовый вариант. Когда я готовлю, я всегда делаю их самостоятельно. С фаршем, с луком, с чесноком. Затем это все хорошенечко перемешиваю. В общем, мы знаем, да, хозяюшки, как делать такие вот кефтельки. Здесь вот тоже соусы. Вот такой вот вариант перца. Я очень люблю добавлять его в салат. И вот такой вот у нас тоже халапенье. В общем, в нашем доме халапенье пользуется особой популярностью. Так, вернемся к этой части стола. Мука и сахар. Обязательно в нашем доме всегда присутствует мука и сахар. Особенно мука, потому что я очень часто готовлю. У меня, понятно, да, любят все и пиццу, и хлеб сырный у меня очень дома. Все любят и уважают хлебный сыр, наверное, на самом первом месте, как пельмени и вареники. Пирожки мы делаем очень-очень редко. Но, в общем, как бы там ни было, мука в нашем доме всегда присутствует. Молоко у меня любят дети именно такое, только шоколадное. Тоже у нас здесь несколько вариантов сыров, рис буду делать обязательно, плов. Вот такая вот ветчина у нас, папирони для пиццы. Что у нас еще здесь такого интересного? Вот сейчас, кстати, надо отложить, буду делать деткам желе. Катя попросила розовый, а Никитка голубой. Так, здесь у меня еще есть вот бурячок, буду делать борщ. Все остальное у меня есть, поэтому не покупала больше ничего. И, разумеется, вот алое. Алое я покупаю очень редко, потому что мне его хватает надолго. Вот этот вот большой лист алое. Ох, сколько же он стоил? Два доллара с чем-то. Ну, ближе к трем, ближе к трем. Я его буду сейчас аккуратно разрезать вот такими вот частями. Покажу вам, потом, наверное, обмонтирую в этот фрагмент. И я его замораживаю. Выкладываю очень аккуратно, чтобы между собой кусочки не слиплись. И затем, когда он уже хорошо заморозился, я скидываю все это в один пакет. И затем достаю только по одному кусочку. И каждое утро протираю себе лицо. Вот такой вот лист алое у меня. И, пожалуй, это все. Буду теперь все это раскладывать, складывать на места. Я еще начала наводить порядки вот в моей пентри. Поэтому у меня здесь немножечко беспорядки. Потому что я навожу порядки. Я все переставляю, пытаюсь как-то это больше организовать. У меня еще здесь стояли хлебопечка раньше, мультиварка. Господи, еще какой-то у меня тут агрегат был. И я решила это все убрать. Делала здесь вот перестановку на кухне. Одно убирала, другое вставляла. Поэтому вот у меня такой вот сейчас, скажем так, беспорядочек на кухне временный. Но я думаю, что здесь извиняться не нужно. Все хозяйки меня поймут. Потому что мы часто любим переставлять и организовывать наше пространство. Теперь я предлагаю сделать сейчас быстро с вами вместе творог. Это будет только первый этап. Мы сейчас все это смешаем. И затем надо будет его оставить просто при комнатной температуре на 24 часа. Так, я просто вот пересыпала сметану. Вот, кстати, у меня сметана здесь, видите, 680 грамм. И теперь просто-просто добавляю сюда молоко. Оно у меня постояло все комнатной температуры. Но, скажу честно, когда нет времени, да, вот так скажем, не приготовилось заранее, нужно делать. Ну, вот с холодильника достала и сделала. В принципе, в этом нет никакой такой разницы особой. Теперь мы это просто все перемешиваем. Так, сейчас накроем крышкой. И ставим здесь на 24 часа. А делаю я все вот в этой кастрюльке от Instant Pad. Сейчас покажу мою помощничку. Вот она у меня здесь спряталась. Затем через 24 часа я просто помещу ее в Instant Pad, эту кастрюльку. Нажму на Slow Cook и установлю время на 3 часа. Через 3 часа творог уже будет готов, но я ему все равно всегда еще даю возможность отстояться. Я ничего не делаю. Вот так вот его тоже и оставляю вот в этом горшочке, кастрюльке. Да, и когда остынет, просто вот перекидываю на обычное сито. Раньше я еще использовала марлю. Ну, скажем так, такой заменитель марли. Сейчас я уже, разумеется, нашла. Тоже есть в обычном Walmart. Но я так его как бы и не покупаю. Вот таким вот способом я приноровилась. И мне просто марля уже не нужна. В нашем доме, я же говорю, у нас все любят и сырники, и ленивые вареники. Поэтому у нас в доме мы творог делаем очень-очень часто. Я снимала уже видео. Но думаю, процесс приготовления настолько легок и прост, что нет просто необходимости делать новое полное видео на эту тему. Но если кому-то нужно, я оставлю ссылочку на то видео, которое я делала для вас ранее. Вот такой формат получился у меня сегодня. Надеюсь, видео было вам интересно. И хотела бы пригласить вас в мое следующее видео. Завтра мы с вами начнем генеральную уборку в моем доме. Если такой формат вам интересен, присоединяйтесь. Увидимся с вами завтра. А пока я с вами прощаюсь. И, собственно, все. Пока-пока.